Делегация Республики 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 энергетики и транспорта республики по поручению главы Карачаева Черкесии в целях обеспечения жителей качественной продукции по ценам ниже рыночных напрямую от производителей, а также для создания условий сельхозтоваропроизводителям в республике по реализации и повышению конкурентоспособности. Алла Качиева с подробностями. Впервые сельскохозяйственная весенняя ярмарка проходит на территории торгового центра «Лента». Свою продукцию представили 120 сельхозтоваропроизводителей Северного Кавказа. И причем по ценам ниже рыночных на 15-20 процентов. Ведь для многих ярмарка – это место, где с выгодой можно закупить сельскохозяйственную продукцию, для других же наоборот – продать излишки с личного подсобного хозяйства. Поехали к вам в Черкес на ярмарку и всегда рады поезжаем каждые полгода, каждую ярмарку. Всегда хорошая торговля и доброжелательные люди. Спасибо, что проводите. А вы откуда приехали? Кисловодск. Ага. И что у вас в ассортименте? В ассортименте рыба свежая, копченая, вяленая и мясная продукция тоже копченая, вяленая. В целом ассортимент ярмарки был невероятно широк. Напрямую от производителей на ярмарку привезли мясную и молочную продукцию, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия. Также здесь можно было купить мед, рыбу, промышленные товары, сельскохозяйственный инвентарь. Разнообразными были ряды с посадочными материалами. Семена, цветы, ягодные и декоративные культуры, саженцы плодовых деревьев и кустарников. Устраивает. Всё устраивает. Цены очень дешёвые. Мы вами очень довольны. Набрала всё. А что вы купили и приобрели? И сыр купила, и сметану купила, и масло купила, и халвы купила. Молочная продукция и не только представлена на ярмарке инициативной группой «За наших». Сегодня у нас молочные продукты, хычины, как всегда, и сладости, тоже приготовленные дома, руками наших активисток. Марина рассказывает, что все вырученные средства будут направлены в помощь военнослужащим в зоне СВО. Министр сельского хозяйства Карачева-Черкесия Анзур Баташев и исполняющий обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта республики Мурат Гапов лично осмотрели представленную на ярмарке продукцию. Они пообщались с товаропроизводителями и убедились, что все они соблюдают низкую ценовую политику. Подойдите, пожалуйста. Ягнятину попробуйте. Министры поприветствовали и поблагодарили всех участников ярмарки от имени главы Карачева-Черкесии, по чьей инициативе и было проведено мероприятие. А самые активные участники были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Сегодня для вас открыты все двери на рынке России. Сегодня вы сможете заменить импортные товары с нашими товарами. У вас это получится. А наша задача – поддерживать вас с различными программами. Развивайтесь. Ярмарка сопровождалась выступлениями творческих коллективов республики, а также мастер-классами по выпечке и изготовлению сыра. Артисты подготовили яркую и по-настоящему праздничную программу для жителей республики, посетивших мероприятие. Как говорится, все остались довольны. Очень приятная обстановка. Ярмарка шикарная. Продукты шикарные. Хорошие цены. Все нравится. Всего полно, всего достаточно. Хорошо. А что вы приобрели? Не секрет. Я приобрела красную рыбу, приобрела зеленый чай, деревья. Очень нравится. Алла Качива, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Весна. Время наводить порядок. Красота ожившей природы после долгой зимней спячки преображает города и селения нашего туристического региона. Вместе с потеплением начинаются работы по благоустройству территорий. В Карачаевске на завершающем этапе замена придорожного ограждения при въезде в город. Ахмат Халкечев продолжит. Общая протяженность заменяемого ограждения в пределах полкилометра. Но небольшие объемы производимых работ ни в коей мере не определяют их значимость. Ухоженный вид главного въезда в туристическую джемчужину нашей республики весьма велик, отмечает руководитель профильного управления мэрии Марат Уртенов. Ведь парадная нашего городского округа является лицом всего региона. Картина, которую наблюдает проезжающий турист, обязательно будет в числе первых его впечатлений, резюмирует он. Хотелось бы отметить, что в данном участке не производилась либерная работа с советских времен. Реконструкция ведется за счет средств местного бюджета. От себя хочу добавить весь наш город после реконструкции забора. Будет украшением не только для муниципалитета, но и туристическими воротами нашего региона в целом. Решение облагородить ворота к всемирно известным курортам Тиберды и Домбая лично принял мэр Карачаевска Марат Урусов. Позитивная перемена по душе и горожанам. Давно уже была пора, говорят они. Я с 1974 года живу в Карачаевске. Даже не помню, когда старый забор ставили. Это было давно, но он уже осыпался, посыпался. Этот забор вообще намного улучшает вид города, въезд в город. Особая благодарность мэру нашему за это. А так, нормальный забор. Мне очень понравился. Спасибо большое всем, кто принимал участие в этом деле. Как поведал Мурат Вуртенов, завершение работ планируется до конца текущего месяца. Ансамбль совсем молодой, всего полтора года. Но ребята показывают уже неплохие результаты во всероссийских и региональных соревнованиях. Речь идет о танцевальном коллективе из аула Беслиней, носящем название древнего государства адыгов «Синдика». Оценила мастерство юных танцоров и Фатима Даурова. Танцевальный ансамбль образовался в ауле Беслиней в сентябре 2021 года. И название сразу выбрали величественное – «Синдика». Его позаимствовали у древнего государства адыга, обсуществовавшего еще в V веке до н.э. Организаторами и руководителями детского хореографического коллектива стали совсем молодые педагоги танцевального искусства. Абидов Ахмед и его коллега по сцене Милана Аджиева. Я сам родом с этого аула, аул Беслиней. Когда в ауле построили клуб, я хотел сам прийти, предоставить инициативу, предложить свою кандидатуру. Но через пару дней мне позвонил руководитель моего ансамбля, где я работаю, занимаюсь. Это госансамбль театра танцев Карачаева-Черкесии. Раньше он назывался госансамбль «Меркурий». Мурат Владимирович Гиев позвонил мне, сказал, что ищут хореографа в моем ауле. Не хочу ли я? Что, конечно, я сразу согласился на это. Как только весть о создании нового коллектива прошлась по аулу, многие из детишек ринулись покорять танцевальные олимпы. И началась высокая текучесть кадров. Ребята пробовали себя в хореографическом искусстве, и те, у кого не получалось найти гармонию с танцем, начали потихоньку отсеиваться. Остались самые выносливые, воодушевленные и увлеченные магией кавказского танца. Сейчас здесь занимаются больше 50 детей разных возрастов. Накопленный за год творческий багаж они продемонстрировали на своем первом сольном концерте. Результат превзошел все ожидания. Отовсюду начали поступать приглашения на участие в различных конкурсах и фестивалях. Совсем недавно ансамбль «Синдика» пополнила свою начинающую коллекцию наград дипломом лауреата первой степени Всероссийского фестиваля конкурса «Мир звезд» в номинации «Хореографическое творчество». Победу ансамблю принес старинный убыхский танец. Дети старались, они заслуженно получили это место. Я думаю, успех в старании, в том, что они пахали. Мы на самом деле пахали. Мы приходили, мы уходили даже, бывало, что в 9-10 вечера. Их это очень сильно мотивирует. Одно дело, когда ты у себя на сцене танцуешь перед своими зрителями, а другое дело, когда у тебя есть с кем посоревноваться, когда ты видишь другой коллектив, который занимается лучше тебя, делает какие-то новые движения. Это очень их мотивирует. Поэтому у них появляется больше желания куда-то ехать и заниматься над собой ещё лучше. Для любого артиста нет ничего прекрасней, чем сцены и аплодисменты зрителей, даже если артисту всего 5 лет. Ведь выходя на сцену, дети и подростки демонстрируют результаты каждодневного труда, сложного и интересного. И каждое выступление отличается особенной искренностью, чистотой и доверчивостью. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. Как весенний витаминоз, укрепите иммунитет. Дальневосточные деликатесы, богатые жирными кислотами, в этом очень помогут. Ведь в дарах моря есть все необходимые витамины. С Камчатки напрямую в Черкесск приехала ярмарка «Дивный дар» с 18 по 23 апреля включительно. В ассортименте рыба холодного и горячего копчения, слабосоленая, вяленая, соленая, икра черная и красная. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Впервые в Черкесске открылась ярмарка «Дивный дар», где можно отведать свежую рыбную продукцию, никуда не выезжая. Тем более ассортимент очень богат, среди которого королевский лосось – это чавыча. Немногие про нее знают. Эта красная рыба богата витаминами А, В, С, Д и Е. И еще это чистейшая омега-3. Она приготовлена в нескольких видах. Это чавыча-юкола – вяленая копченая рыбка. Ее вывяливают на свежем воздухе и солнышке. Рацион, насыщенный омега-3 и 6, не только укрепляет иммунитет, но и омолаживает человека. Мы привезли вам рыбку холодного копчения, рыбку горячего копчения, слабосоленую, вяленую и вялено-копченую рыбку. Также у нас представлена тихоокеанская рыбка. Это марлин и тунец. Рыбка вся очень вкусная, полезная. Рыбка доставляется у нас с рефрижераторами. За счет этого рыбка ни разу не переморожена и долго сохраняет свой вкус. Также нашу рыбку можно замораживать. Дорогие гости, мы будем рады видеть вас на нашей ярмарке. Любую рыбку мы даем попробовать. Можно все продегустировать. Будем рады вас видеть. В Дивном Даре не только помогут выбрать вкусные деликатесы, но и подскажут, как сохранить их пользу на долгое время. Узнать о полезных секретах и попробовать камчатские деликатесы в Черкесске можно с 18 до воскресенья 23 апреля включительно по адресу Черкесск, переулок Заводской 3А, территория троллейбусного круга в районе колхозного рынка. Альбина Курочинова, Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Такими были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите специальный репортаж Артура Мхце о предоставлении земельных участков многодетным семьям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова